Музыка Меня этот дух наполняет театральный и очень сильно вдохновляет. Это возможность на два, на два с половиной часа погрузиться в вымышленный мир, примерить на себя жизнь, роль какого-то героя и почувствовать себя когда-то, возможно, даже ребенком. Честно, я в театре первый раз и жду просто впечатлений. 27 марта в театре «Галерка» было много молодых зрителей. Здесь, в Международный день театра, торжественно открыли всероссийскую акцию «Культурный минимум» в Омске. Также в рамках мероприятия состоялась презентация Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-5.0». Организатором акции является Роскульт-центр. Эта же организация является организатором форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Поэтому сейчас самая будет пора разных мероприятий, в том числе и премия «Русские рифмы, русское слово» и много-много разных других интересных проектов. Самая главная цель – это создание новой семейной традиции. Один раз в году все государственные, частные учреждения предоставляют абсолютно бесплатно собственные площадки, собственные мероприятия для горожан, для жителей деревень, сел, для того, чтобы оккультурить наше население. И я думаю, старшее поколение со мной согласится, что в советское время было такое понятие, как культурный минимум. И мы стараемся на данный момент это определение восстановить и сохранить в полном его объеме. Погрузиться в атмосферу театра, пообщаться с режиссером, стать свидетелем генеральной репетиции премьерного спектакля «Женитьба Бальзаминова». Такую уникальную возможность в этот день получили более 80 человек. Площадка в галерке стала самой многочисленной в регионе. Молодые люди к нам пришли, и, вы знаете, это как-то даже, с одной стороны, даже неожиданно, потому что вдруг вот такая акция, ну это просто, я считаю, такой подарок в день театра. В Омской области культурный минимум растянулся на несколько дней – с 25 по 29 марта. Более десятка площадок, среди которых Омская драма, ТЮЗ, Орликин, Центр современной драматургии, приготовили для мечей максимально культурную программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова